Здравствуйте! Меня зовут Алтай, я являюсь автором сказок, которые вы найдете в приложении «Маленькие истории». Давайте познакомимся с ним поближе. «Маленькие истории» — это сказки, где ваш ребенок в главной роли. Итак, нажмем на «Солнышко» и перейдем в настройки, где нас приветствует милый медвежонок и лисичка. Заполним анкету. Имя — Рафаэль, Пол, Мужской. Идем дальше. И вот перед нами так называемая карусель из книжек. Давайте заглянем внутрь одной из них. Теперь мы видим первую иллюстрацию, где снизу расположен блок с текстом, в верхнем левом углу номер текущей страницы, а в верхнем правом углу — закладка, но к ней мы еще вернемся. Чтобы лучше рассмотреть иллюстрацию, можно нажать центральную область экрана, и все дополнительные элементы исчезнут. А чтобы перейти на следующую страницу, у нас есть для этого три способа. Первый — это нажать на боковую стрелку в блоке с текстом. Второй — мы можем провести пальцем по экрану. И третий — мы можем нажать пальцем в правую область экрана. Обратим внимание на сам текст. Идет повествование. Сначала появились два братика, однако третий все не появлялся. Родители начали волноваться, но тут послышался треск. И вылупился третий птенчик. Его назвали Рафаэль. Как видим, в тексте появилось то имя ребенка, которое мы указали в настройках. Но всю сказку мы читать не будем, и чтобы преждевременно завершить чтение, мы как раз воспользуемся той самой закладкой, о которой говорилось ранее. Жмем на домик и выходим. Давайте теперь посмотрим, как выглядят сказки для девочек. Возвращаемся в настройки. И пишем. Имя Алиса. Пол выбираем женский. Возвращаемся в карусель. Как видим, теперь обложки изменились. А внутри сказок, иллюстрации и текст будут уже адаптированы под девочку по имени Алиса. На этом наш обзор завершен. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...